Дальше Ваши вопросы. Вы спрашиваете, Вы сзади? Нет, мои хорошие, я буду сам отвечать. Я не против, я ее спрашиваю тоже со мной. Здравствуйте, я очень давно уже слушаю Ваши вопросы. Я чувствую Вас даже как знакомого человека, будто мы с Вами. Я очень благодарен, мне очень рада, что я попала сюда и приехала в другого города специально. Я чувствую, как будто Вы знакомы, давно знакомы. Когда люди давно слушают мои лекции, я чувствую, что как будто мы знакомы и знаем человека. Я Вас очень давно не знаю. Я тоже Вас благодарю. Спасибо. У меня вопрос по поводу работы. Я 20 лет проработала в семье, в детском саду, в детском саду. Потом у меня было какое-то перегорание профессиональное. И я решила уйти. Нет, это все не так. Это, смотрите, то есть это неправильный образ жизни. То есть Вы работали. Вам очень интересно с детьми быть. Вы в них вкладываетесь. У Вас способности и очень сильное погружение. То есть Вы очень вкладываете силы. Мы вчера говорили об этом. Человек тратит силы, не заряжается. Вы растратились. И наступил еще плохой период. Этот плохой период у Вас наступил где-то 4 года назад. Где-то 4-5 лет назад. Вот так вот. Наступил плохой период. И плюс еще Вы не понимали, как правильно жить. Вы не заряжались просто от природы. А все время тратили. В результате этот плохой период он сломал Вас. То есть Вы сломались как личность психичная. И до сих пор Вы восстанавливаетесь. До сих пор. А надо было просто природа, добрые люди, Бог. И 2-3 месяца побороться с судьбой. И все. И дальше жить нормально. Дело в том, что я 10 лет как ушла в детском саде. И в период прошла меня учить. И работаю на заводе с железным. То есть я теперь специалист по качеству металлопровод. Пробладываю еще на сне. Но это не моя идея. Ну да, вообще как бы. Я уже... Но это не отменяет то, что я сказал. У Вас 5 лет назад был тяжелый период. Да. Как и есть. У меня были проблемы с семьей. Угу. Вот. А сейчас я опять устала за время. Они уходят. Меня опять уговорили. Это уже второй год. В мае месяце у меня прокручивается одна и наша ситуация. Меня опять уговорили. Меня опять осталось. Но понимаешь, что я отвечаю в человечеству. И только у меня повторят эту ситуацию. Видите, в чем как бы ваша проблема? Вы очень трудолюбивый и ответственный человек. Ну а такие люди и нужны везде. И поэтому... И ваш начальник или начальница, я не знаю кто. А этот человек вас любит. По-доброму к вам относится. А если женщина любит, она готова терпеть дальше. Оставаться там, в этом месте. Я уже не готова. Что? Жизнь в мире не готова. Но в то же время я поддаюсь на эти уговоры. Ну это же женщина. Тут любая женщина поддаётся на Тимпи. Что делать так природу устроено. В чем ваш вопрос, конечно? Вопрос мой ответ, что как мне с этим страхом справиться. Я боюсь, что я найду лучшего. И, ну, если я сейчас опять живу. И я понимаю, что здесь меня любят. Я понимаю. А у меня зовут самоначальник. Так а нельзя вот так искать другую работу и продолжать там работать параллельно. Я ещё не нахожу ничего лучше. Вот видите, значит это ответ на вопрос. Надо продолжать там работать. Спасибо. И искать. И молиться. Когда Бог дашь что-то другое, то вы, то йоги, а то. Вы замужем? Замужем? Замужем. Больше настраиваться на семью, на работу. Когда женщина на работу настраивается, она сгорает психически. Когда она думает о работе, всё время она сгорает, вот как дрова в огне. Когда она о семье думает, она там чувствует себя сильнее. Хотя о семье думать тяжелее женщине. Потому что там больше ответственности, зона ответственности. Она переживает там больше. Ей трудно. Но зато она так и получает назад защиту. А работа это как огонь для женщины. Она сжигает просто психику. Встаёт женщина. Потому что назад она ничего не получает. Потому что для женщины самое важное это эмоциональная защита. На работе нет никакой эмоциональной защиты. Там вас выжимают просто вот так вот. Всё. А в семье есть, можно там обидеться и что хочешь сделать. То есть вся защита есть полностью. Можно с мужем что хочешь, что и делаешь. Хотел, обидел, закател. Еще что-то не накормило. То есть полная власть. А с начальником так ничего не сделаешь. Не обидишься. Власти никакой нет. Вот эта женщина устает. Она чувствует себя беззащитной. Как подневольная там. А дома она защищена полностью. Давайте свою жизнь дома, а не работе. Всего больше. Видите, часто женщины не включаются именно в дом, в семью. Не включаются. Потому что там зона высокой ответственности. Часто страшно включаться слишком сильно. Дети есть? Да. Туда включайтесь. Туда включайтесь. Детей, мужа. Включайтесь туда. Вкладывайте свои силы. И вы будете получать защиту. Но если вы вкладываетесь в работу, там будет только сгорание, усталость. В этом еще может быть причина, что за слишком большая ценность для вас это работа. Деньги пусть может зарабатывать. Вы сколько смогли столько заработать. Деньги пусть пр React Grande Крым в порядке. Однако это ничего подобный —.. Продолжение следует...